Привет! Давайте приготовим знаменитую корейскую рисовую маску, или даже это называют корейский рисовый крем. Отбеливающая маска для лица прекрасно устраняет пигментные пятна, выравнивает цвет лица и даже разглаживает морщинки. Для того, чтобы ее приготовить, нам понадобится 1 треть стакана риса. Рис берите любой белый шлифованный рис, главное, чтобы он был не пропаренный. Взяли и хорошенько промыли под проточной водой, так, чтобы рис был чистый. Когда промыли рис, сложите его в мисочку и залейте прохладной водой, так, чтобы он был полностью покрыт. И оставьте мокнуть, размокать минимум на 2 часа. Можете оставить на большее время, можете оставить на всю ночь, но как минимум 2 часа рис должен быть в воде, для того, чтобы он стал мягким. Менять воду не нужно, перемешивать рис не нужно, просто залили водой и забыли про него на 2 часа или больше. Самое простое замочить с вечера и утром будете готовить этот крем. Значит так, когда рис намок, через сито отбрасываем и вот этот замоченный рис нам нужно поместить в блендер. И добавить 1 треть стакана или даже чуть-чуть немножко больше чистой воды. Вода может быть кипяченая или бутылированная, не важно. Добавляем воду и теперь нам нужно как минимум 3 минуты пробить это блендером. Оставляем работать на 3 минуты. Почему? Потому что нам нужно добиться совершенно однородной структуры, чтобы все это было мелкое. Ну, практически, чтобы получилось у нас рисовое молоко. Поэтому включили, оставили, пусть себе блендер работает, 3 минуты про него забыли. Когда после этого нам нужно взять другую емкость и нужно будет профильтровать вот это паучное рисовое молоко, для того, чтобы если остались какие-то вдруг твердые частички риса, не размолотые, они остались в сети и не попали в наш будущий крем. Профильтровали и готово. Теперь самый начинается сложный момент. Вот это вот рисовое молоко вы должны взять, взять сковородку и на очень медленном огне надо это рисовое молоко заварить до кремообразного состояния. Почему я это делаю именно в сковороде? Потому что нам нужно толстое дно. Толстое дно и медленный огонь. Если у вас есть кастрюли с толстым дном, можете делать в кастрюльке. Очень сложно бывает поймать вот это кремообразное состояние и не заварить крем в комки. Если вы заварили, то все получилось, тесто вы испортили. Нельзя поэтому, чтобы был очень сильный огонь и надо постоянно помешивать. Если чувствуете, что даже на точках сильно разогрелась сковорода, просто поднимите ее на несколько секунд, дайте немножко остыть и дальше. Помешивайте, не переставая, вы почувствуете, когда крем начнет густеть, начнет налипать на ложки. Вот так вот может. Но все равно не переставайте мешать. И вот раз, и получилось вот такое кремовое состояние. С огня сняли, но мешать не перестаете. Еще продолжаете мешать в сковороде еще несколько минут, 2-3-5. И затем перекладываете в миску. Дальше в слегка остывшую, но еще теплую маску добавьте содержимое двух капсул витамина Е. Если у вас витамин Е в масляном растворе, то это 2-3 капли. И 1 чайную ложку миндального масла. И 1 чайную ложку масла ЖОЖОБА. Эти масла имеют индекс комбидогенности 2 и могут использоваться даже для жирной кожи. Если у вас нет именно этих масел, то вы можете использовать косметические масла те, которые хорошо принимает ваша кожа. Это могут быть масло шиповника, масло виноградной косточки, персиковое масло и даже касторовое масло. То есть то, что вы привыкли использовать, можете заменить эти масла на свои. Дальше нужно все хорошо размешать. Если вам показалось, что маска получилась достаточно плотной, достаточно густой, то можно добавить немножечко воды, вот как я сделала, и добились вот такого состояния. Крем должен быть примерно такой. И дальше перекладываем в стерильную, в абсолютно чистую банку. И хранить его можно с плотно закрытой крышкой в холодильнике. И до месяца хранится, если все было сделано чисто, то до месяца можно хранить. Ну, проверяйте, в каком состоянии, конечно, он будет. Как применять? Наносится всегда на чистую сухую кожу. По вечерам. Это вечерняя маска. Можно наносить тонким слоем, как крем. Те люди, которые наносят как крем, иногда даже с ним спят. Но мне не очень нравится, потому что все-таки немножко стягивает кожу. Можно наносить как маску более толстым слоем. Оставляем на 30 минут. За это время она так значительно подсыхает. Вы будете чувствовать, что кожу стягивает. Но когда вы смоете сначала теплой, потом прохладной водой, вы почувствуете, что кожа стала мягкая, ровная. И будет ощущаться такой хороший лифтинг-эффект. Применять можно курсом эту маску до достижения желаемого результата. Или как уходовое средство два раза в неделю. И тут и другой вариант возможен. Подходит она для любого типа кожи. Вот смотрите, это разница. Вот это как крем я наносила, а это как маска. Вот такая разница. Какие могут быть противопоказания? Противопоказания – это аллергия на компоненты. Чаще всего это бывает на рисовый крахмал. Но это, в общем, достаточно редкий случай. Продолжение следует... Продолжение следует...